Привет, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я, Александр Петров. Я думаю, что этого ролика вы не ожидали, ну никак не ожидали услышать и увидеть от меня в моем исполнении. Вы сразу увидели по названию, что его стоит посмотреть. Да, стоит. Но это будет очень больно для вас. Не для главного персонажа и тем более не для меня. Но я думаю, что это будет очень полезно вам услышать. Я посмотрел, как все, ну буквально все обрадовались тому, что Александр Ядоринкин прекратил свое существование как миграционный агент. Поверьте мне, как обрадовательный агент фактически тоже. И он им был. Он им был, потому что его студенты, с которым я общался, ни один из них даже не знал Виктора Задорожного, которого он анонсировал, как образовательного агента. Они просто не знают этого человека. И я вам говорил, что Виктор Задорожный просто человек, который создал Ядоринкина из небытия с помощью своих IT-штучек. Ну, насколько мог. Но стечение обстоятельств. Все думали, что я прощу Ядоринкина. А почему нет? Ну что он, собственно говоря, такого мне сделал? Но я не забываю предательство. И несмотря на то, что вы, которые были подранены им, а что он, собственно говоря, для вас сделал? Он что, хоть один кейс завалил? Нет. Это ведь не он обещал товарищам из Барнаула, семье, что они получат вид на жительство. И своего родного Барнаула не он. Эти люди уже 4 года ждут свою визу. Знаете, сколько стоит? В 12-15 тысяч обойдется так называемая независимая иммиграция, респонсорство штата для этих людей. Они же в третий раз АЭЛС пересдают. Они стареют. Они сюда не приедут никогда. И это не Александр Сергеевич Ядоринкин их обманул. Он таким образом и на такие суммы не обманул, знаете, никого из вас. А те люди, которых вы смотрите, миграционных агентов, некоторые, которые красуются, вот они как раз и губят людей. Десятки тысяч долларов. А вас сколько? Да вас десятки и десятки. Это счет идет на миллионы долларов, которые вытащили из вашего кармана. Вы об этом подумали? Да. И Доринкин поступил подло со мной. Это предатель. А вам-то что он сделал? Вы боретесь за справедливость. Ну ладно, хорошо. А там человек, который страдает в Барнауле, и таких десятки, а может быть и сотни, вы о них подумали? Ядеринкин врал. Он врал и про Элс, он врал и про свои какие-то достижения, он и накручивал подписчиков, он врал где угодно. Но ведь это ж гадкий утенок, который так и не стал прекрасным лебедем. А мог бы, наверное? Мог. Он мог это сделать. Просто внутри он был рожден гадким утенком. Но ведь он тоже пытался из ничего что-то сделать. Это он, а не вы, дорогие друзья, когда большинство из вас, вы находитесь в России, вы же ничего не смогли достичь. А он смог. Он и меня нашел. Понимаете? Нашел. А вы нет. А если и нашли, то они воспользовались, когда нужно было, можно было. Вы этого не сделали. Вы слушали тех, которые сейчас вместе с вами смеются над Ядаринкиным. Да, к сожалению, человек, он врет, что он в Австралии, он в России. Но почему? Почему так случилось? Потому что он пытался из последних сил что-то и в России для себя купить. Ту же самую недвижимость, которую купил, как я понимаю, в январе 2020 года. И по глупости и незнанию в общем-то выставил благодарность. Точнее, его агент без его разрешения выставил эту благодарность в интернете. И теперь все знают, что в тот момент, когда он говорил, что находится в Австралии, он находился в России. Ну что человеку делать? Чтобы подтвердить квалификацию, надо приехать сюда, заплатить очень много денег за самолет. Это не так просто. Это не просто купил. Надо еще каким-то образом до той Москвы доехать, а потом оттуда до Дохи, если получится. А там еще через Мельбурн. А еще две недели в неизвестном Мельбурне сидеть на карантине. На возобновление лицензии уйдут 10 тысяч долларов. А их у Александра, наверное, попросту и нет. А где жить? Ни жилья, ни машины, ничего нет. Понты, конечно, понтами. Для того, чтобы вы не очень, кстати, зачастую далекие люди. Уже извините меня за мой прямой язык. Вот. И колючий слишком. Наверное, слишком. Вот. Но он делал все, чтобы вам понравиться. И не обманывал вас так, как те люди, которые сейчас... Их же полно. Посмотрите, как они вам говорят, что ребята приезжают. А образовательные агенты? Это не он. Это они врут, говорят, что давайте, подавайтесь на визы. Ведь все сейчас говорят, подавайтесь. Визы будут давать. Будут, только пускать не будут. Будете онлайн, как с экспотелефону. Ну ладно, уже избитое сравнение, да? Ну что он вам сделал? То, что он вас 260 долларов, там, 300 с чем-то долларов брал за консультацию. А что, он врал в этих консультациях? Нет. Он просто говорил прописные истины, которые есть в интернете. А вы что платили? Вам что, обещали золотые горы? Нет. Вас взяли деньги и врали меньше, чем многие другие миграционные агенты. Что он вам сделал? Он мне, да, сделал. Он Герасиму, Вадиму, он тоже сделал. Во-первых, он достаточно неплохо смотрелся на камере. И это в своем смысле это, наверное, какой-то конкурент. И на липовых подписчиков стали наклеиваться и настоящие. Если бы себя вел Александр достойно и правильно, а не врал на каждом шагу, в том числе и вот эти вот картинки, ну, что ты врешь, говоря, что ты сейчас снимаешь нашей зимой свои видео, когда там дым от пожара у Сиднейского моста. Ноябрьские, декабрьские съемки. Люди же не дураки, они все понимают. А если не понимают, найдутся люди, которые подскажут вам. Да? Но человек, собственно говоря, ничего особенного не сделал. Но Вадиму, да, он, как знаете, мальчишка повис у него на заднем бампере и, ну, некрасиво, да, использовал Тедди. В этом и был их конфликт. Нехорошо, нехорошо. А вам-то что от этого? И вы повелись? Вы сами-то, дорогие друзья, безгрешны? Вы точно так же грешны. И на месте Ядоринкина окажутся десятки из вас. И многие из вас так же будут предавать, потому что у него был, кстати, уже запрещенный фильм, да, и книга. Комплекс Карлетт О'Харр и вынесенных ветром. Я голодал, я бедствовал, я никогда так жить не буду, я убью, я украду, я оболгу, но я никогда не буду больше жить в нищете. Это комплекс Карлетт О'Харр. И вы оказались бы на его месте. К сожалению, большинство из вас точно так же себя повело, что один Ядоринкин, да у меня как минимум еще три студента меня копируют, и образовательные агенты, и миграционные, ну хотя бы один из них, тот же самый Витя Задорожный, не любят меня, не любят меня за прямоту, за мой язык, не любят и Герасимова, у него тоже есть свои минусы, по крайней мере, с их точки зрения, и поэтому они так себя ведут. А еще потому, что вы все выходцы из тех несчастных, проклятых поколений нашей страны, вам не давали культуры, вам не давали правильного понимания жизни, у вас нет идеалов, христианство никогда и прочие религии никогда не были идеалом ни у одного народа России вообще в принципе. И комплекс этот ненавистника кодекса строителя коммунизма у вас тоже присутствует. Ни коммунисты вы, ни монархисты, ни православные и прочие религиозные люди вам этого не прививали, поэтому что вам привили? Вот колесо фортуны или как там поле чудес, да, крути рулетку и станешь миллионером. Вот и все, на чем вас воспитывали. И Ядоринкина так воспитывали. И семья у него была, между прочим, неполная, не было полной чаши в доме, и маме приходилось работать, ну, скажем так, очень много, чтобы поднимать ребят. Естественно, у человека, на чем он учился? На книжках Корнеги, так там же Билла Гейтса, Стива Джобса, так там же галимый бизнес, там души нет. Если бы человек в действительности на каких-то высоких моралях воспитывался, на классных книгах и в хорошем обществе, где человеческие отношения, они волчьи, как в России нулевых и десятых годов, так может быть, был бы и вполне приличный человек, но вам-то да что не любите Доринкина. Я хотел бы закрыть эту тему, потому что такие люди должны быть наказаны, с моей точки зрения, и они будут наказаны, вне зависимости от того, хорошо они мне ко мне сейчас относятся или приносят они мне пользу или нет. Это вы меряете все пользой, а я меряю другими какими-то показателями. Меня не понимает даже Вадим Герасимов. Да, Вадим, ты же смотришь мои видео, ты не понимаешь меня, потому что ты другой человек. Леша Чекунова спроси, может тебе объяснить, в чем наша разница с тобой, Вадим? И поэтому никогда я на твоем видео не был, потому что ты никогда не хотел меня приглашать. Равные мои люди, ты боишься моих ответов на твои вопросы. Но я всегда говорил, я прекрасно понимаю и Ядаринкина, и Вадима, и Вадим пудлости в мой адрес никогда не делал. Вот это он не делал. Меня он не предавал, не был никогда моим другом, и предать он меня не мог. Поэтому естественно я перед Вадимом извинился, потому что мои нападки были глупые. Существует еще огромное количество людей, которые на порядок хуже, чем Вадим Герасимов. На порядок. Рукастый человек, отличный семьянин, отличный актер, если хотите. Он прекрасно смотрится на экране. Намного лучше его речь на экране, чем в жизни. Это надо провести в действительности годы тренировок. Я не сомневаюсь, он это делал. И когда он наносил удары Александру Сергеевичу, это он наносил их легкими пощечинами. А вы нет. И более того, вы в драку-то не лезли. Где те огромные толпы людей, которые обвиняли бы и имели бы для этого основания, обвиняли бы Ядаринкина? Нет. У меня это не практиковалось, потому что мы те люди, которые близко его знаем, и мы все прекрасно понимали. А у Вадима тоже ничего такого не было. Не было никаких... А у него, в общем-то, и нет и против других людей. Все очень хорошо, все очень гладко, все очень нормально. Значит, вас все удовлетворяло. А что вы тогда так сильно радуетесь? Знаете, дорогие друзья, хотите исправиться. Посмотрите вокруг, посмотрите на тех миграционных агентов, которые в действительности достойны не пощечин, а просто складробительных ударов. И действуйте. Действуйте, потому что эти люди обманывают, вы знаете, обманывают таких же, как и вы, на миллионы долларов. Не каждого, но вкупе. У них нету совести. Они врут, и врут это не от отчаяния. В отличие от Ядринкина, у которого ничего нет, ни недвижимость, ни транспорта, ничего кроме этого несчастного паспорта, который тоже, кстати, могут и отнять. У этих людей есть все. Они как-то акулы, уже в спор, это брюхо, они продолжают жрать, потому что они иначе не могут. Зачем? Зачем врать людям, когда у тебя уже все есть? Вот против кого вам надо наносить удар. А что вы ей дарим? Ему не встать. Понимаете? Никогда. Даже если изменится ситуация. Мы же все прекрасно уже знаем. И любой человек, даже слабый и никчемный человек, всегда ткнет его носом в то, что он совершил. И ничего он сказать не может. так что пинать-то? Это даже не мертвый лев. Это издыхающий суров. Но есть другие люди, начиная от крысы до мегатерии, да, или как ящерица, вораны с острова Камадо. Гадкие, ядовитые, абсолютно бесполезные люди. И эти люди грабят вас. я не только говорю про миграционных агентов. Очень много людей и некоторые наши русские авторалицы знают, тех людей, которые кидают людей на десятки и десятки тысяч долларов здесь, чувствуя, что вы полную безнаказанность. Что же вы молчите? Вы же знаете этих людей. Они же с вами на фейсбуке, они же с вами в социальных сетях, кидают вас. Они же вас не считают за людей, а за лохов. Да вы там молчите. А здесь конечно легко пнуть человека, который разбито у него будущее, сидит в Новосибирске и ничего у него нет. Ну пните, если вам станет от этого легче. Жизнь продолжается, друзья. Вы подумайте не о том, как будет жить Ядаринкин, Петру, Герасимов. Вы о себе подумаете, кто вы и кем вы будете. И что вы из себя представляете. Когда вы это все осознаете, вы будете рихтовать таких людей, как Ядаринкин, как те миграционные агенты, против которых я сейчас высказывался. вы будете заставлять, вы будете принуждать в порядочности. А на данный момент вы просто несчастные зависимые люди. И поверьте мне, подавляющее большинство из вас абсолютно не лучше, чем тот Александр Сергеевич Ядаринкин. Успеха вам в становлении, дорогие друзья.